Привет, друзья! Мы рады видеть вас на нашей второй передаче, так скажем, «Наш ТОП». Хотелось бы сразу сказать спасибо огромное всем участникам голосования, все, кто голосовал ВКонтакте. Участвовали в голосовании 62 человека. Блин, респект вам и уважуха, вообще молодцы. Предлагаю повысить немножечко планочку на следующий, да? Ну, хотя бы до 80. 80, нормально, да. 80 будет нормально, не больше. 80. Ну и что, переходим к самому главному. Шутка от Емельяна номер 3. А фамилия твоя исходит от монголо-татарского ириго. Куда скакал монгол по степи, у коня хвост сзади дыбом, вот фамилия твоя и вышла в степь. ИВАННОВ! Смешно, не правда ли? Ну, если честно, это вообще был наш самый первый видос. У нас не было ни сценария, ничего не было. Был алкоголь, был яриковский друг, кстати, тоже выпивает. Ну, короче, в принципе, у нас вообще, мы просто говорили, даже начинали с того, типа, ты давай снимаем, мы сейчас по ходу будем что-нибудь придумывать, говорить. Ну и вот эта шутка, она вообще вылезла непонятно как. По-моему, после третий. Ну, короче, да, действительно, первый наш ролик без сценария, даже без задумки сценария. Прямо по ходу все придумывалось. Как Ромка это выдумал, оно и оттого и смешное. Получилось, что все сходу. Да, писали в каком-то там зимовье, ночью уже, все без аппаратуры. Камера какая-то самая простецкая, все при свечах, все очень атмосферно. Давно этот ролик не видел, перед этим выпуском посмотрел. Зачетный ролик. А, блядь. От удара просто кожа, ну, прям, как будто... Все, как мы ими. Ну, а я ничего не могу сказать про этот ролик. Ролик реально классный, но на тот момент на съемках меня не было. Это был самый первый ролик, и как-то не получилось у меня приехать. Кстати, подписывайся на канал, да? Кстати, не, не, из истории, из истории, это был далеко не первый ролик. Первый ролик так и не вышел, потому что я написал сценарий про врача Грека. Мы очень долго снимали его, часов в пять в итоге получилась полная хрень, мы так и не выложили. Ромки тогда не было на съемках, все. Ну, поэтому и Ромки не получилось. И с огромным отрывом второе место занимает шутка Емельяна, вот это! Я деньгами распоряжаться умею, слава богу. Особенно большими деньгами. Это не учите меня даже. Особенно чужими. И даже без ведома хозяев могу. Ну, в смысле, опыт у меня очень огромный, опыт. Суть этого ролика вообще была в чем? Я хотел изобразить, как Емельян даже умудряется обманывать свой внутренний голос. И не знаю, получилось или нет, но шутка действительно получилась прикольная. Как обычно в емельяновском стиле. Я даже называю это как, когда я пишу сценарий, парням говорю, что это емельянщина. А вот здесь емельянщина в чистом виде. Шутка-минутка, значит. Ну, что могу сказать про эту шутку? Лично я за нее не голосовал. Обычно стандартная шутка Емельяна про деньги. Можешь я повторить? Шутку эту повторить? Я деньгами распоряжаться умею. Особенно чужими. Особенно большими. Возможно, без ведома хозяев. Возможно. Тем более. Тем более без ведома хозяев. Ну, эту шутку придумал Ярик. Но она мне не очень нравится. Ну, а, кстати, да, это были первые съемки, когда мы использовали свет. Точно. И с отрывом в один голос побеждает Емельянова шутка. Вот это. Я вообще помогаю абсолютно всем. Да. Если вот у вас порча, например, значит вам точно кто-то завидует. А если вам завидуют, я могу с удовольствием помочь. И завидовать будет нечему. Ой, ну что я могу сказать? Шутка замечательная. Ролик снимали долго. У меня была там роль хромого мужика, который посетил передачу. Очень долго переснимали 500 дублей. Я был постоянно разный. В меня вселилась куча людей. Как я это люблю. Вот. Я не мог сыграть. И вот в этом была вся соль. Но в итоге стрёмно-то и получилось. Да, да, да. Самое главное в итоге сыграл то стрёмно. Потому что ролик хороший, а я сыграл очень, очень, очень плохо. Классная шутка. Вообще этот выпуск получился классный. Я писал сценарий. Прямо получилось такой шуткомет. Весь ролик получается там шутка за шуткой. Много коротких шуток. Шутка на шутке. Шутку погоняет. Была идея сделать, ну типа спародировать Малахова с его передачей. И как Емельян обманывает даже ведущего. И в конце даже зрителей нет границы его обмана. Классный ролик. Классная шутка. Но я голосовал за неё. Да, отличная шутка. Мне она очень понравилась. Это какая-то с... От бабок как будто бы. От каких-то вот этих вот. Знаете, вот это всё. Это знахарская, знахарская, гадалская. А-а-а. Ну лично моя любимая шутка вот эта вот. Ни хера не помогает. Осталась одна медицина народная. Ха. Скажешь тоже народная. Сейчас говорят социальная. Я надеюсь, только он мне не по полюсу пришёл-то. Цельники-то знаешь? Ну а нравится она мне, потому что я её придумал. Да. Есть такая шутка? Есть такая шутка, которую я придумываю, да. Не, я вообще много, кстати, шуток придумываю. Ярик потом, правда, говорит, что типа это он их придумал. Ну это у него обычная, короче, система. Моя любимая шутка заняла первое место. Почему любимая? Понятно. Да. Ну конечно. Я же сам за неё голосовал. На самом деле, как я уже заранее, ранее говорил, что я очень плохо сыграл. У меня было тогда хреновое настроение, я ещё мало того торопился домой. И настроение эта шутка мне очень подняла, потому что я смеялся чуть ли не до слёз, когда услышал. Ну а мне нравится шутка, которая заняла третье место. Классная шутка. Ну я тоже, получается, аромат придумал. Вот она чем хороша, тем, что она импровизационная. Вообще, структура шутки в чём заключается? Вначале говоришь вводную, зритель чего-то ожидает, и бах, неожиданно что-нибудь лопится в конце. Вот тут комбо. Две неожиданности. Первая. Комбо-шутка. Первая, то что фамилия вылетает из задницы, а второе Иванов. Эх, блять, за чём? Ну и вот, друзья, а у нас объявляется новое голосование. Самая лучшая песня. Да. У нас есть музыкальные композиции, которые выложены на нашем канале. В общем, вообще, нашего творчества будет 10 композиций. Всё это будет выложено ВКонтакте. Послушайте. Решите, какая лучше. Проголосуйте обязательно. Напишите в комментариях, почему понравилась эта песня. И понравилась ли вообще. Может быть, не понравилась. Ни одна. Ну и, в принципе, всё. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Заходите в группу ВКонтакте. Участвуйте во всех голосованиях, во всех конкурсах. И будет вам счастье! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...